здравствуйте дорогие мои деньги имеют свойство заканчиваться и поэтому я опять переехал из славного санкт-петербурга в свой любимый город своей любимой реке потусил тут какое-то время пришлось конечно поработать чтобы заработать снова денежек и в общем-то не было никаких идей для съемок в магазине все опостылило обрыдло все одно и то же и тут один подписчик из комментариев надумал меня кстати у меня 100 подписчиков больше 100 уже что очень приятно спасибо вам я вас очень люблю всех ценю в общем один подписчик надумал меня почему не было обзора на собственно говоря но был 100 очередной виски из разряда бюджет опять же описанных руинах и вот собственно говоря я собрался с мыслями заехал в красно-белое и купил его снова я пробовал уже обычные миски но не на обзор а так для себя дегустировал и поэтому не стал брать там была только вторая 0.7 и 0.25 я не стал брать 0.7 потому что мне он не особо понравился возможно просто не распробовал сейчас посмотрим взял в этот раз 0.25 ну и конечно зацепил спайсит версию потому что я не пробовал еще не путать со спейсайд как у меня уверял один продавец в специализированном винном магазине что спейсайд это со специями означает ну и не стал переубеждать его ломать его жизненное кредо его принципы зачем травмировать пускай спайсайд значит спайсит какая разница в этом случае это как раз не спейсайд к сожалению это просто спайсит можно по-разному относиться к спайсит версиям виски конечно же это не виски сложно назвать вискарями это скорее какие-то вот висковый напиток как они напишут обычно в общем как я к ним отношусь пить можно пить можно не знаю насчет этого может этот нельзя пить в общем но для девочек с колой заходит хорошо и принципе и без колы заходит хорошо для мальчиков допустим был спайсит он вполне себе неплохо он пьется вообще как водичка прекрасно вильям лоусон неплохой вильям лоусон суп спайсит там супер чили какой-то там все пьется хорошо как алкоголь для вечеринки для компании почему бы нет а мы сегодня будем пить но был стак на набережной а конечно же этикеточка то красиво да ну казалось бы но это же украдено все с buffalo trace я приложу фоточки если у меня остались buffalo trace его фоточки свои родные я приложу красиво но украдено и уже не люблю когда воруют дизайны это уже оставляет какую-то для меня лично неприятное впечатление скивинокуриный завод но купаж и якобы составлен шотландские мастерами тут написано скотч виски поэтому должен быть шотландский паш фирмой хекс и батлер якобы трехлетка ну что люди проехали самое время надевать и пробовать почему бы и нет сегодня очень люблю сегодня выходной завтра не на работу поэтому можно себе позволить до немножко подышит возможно сегодня будет длинный выпуск вот очень много народу кататься но это не страшно я протер стакан влажными салфетками на разряда сделала походных условиях иначе никак и пахнет очень вкусно ромашка скажем виски нет сейчас понюхаем по нормально почему-то запах нормальный ну каша то дешевый вискарь за по дешевого вискаря но нормальный нормальный почему я так капризничал в прошлый раз но зажрался запился ну не так я не пил виски давненько ну нет очень большая спиртовозность в принципе изначальное впечатление первый глоток не плохой яблочком хорошо отдает сухофруктиками но спиртовозность большая в чем проблема слушайте не так и плохо на самом деле я думал что я благородная лень переводится как благородная лень что благородная лень в данном случае это я потому что купил второй раз эту бурду но ты не нормально сколько там стоило 500 рублей по-моему 05 стоит до до стоило по 400 вообще чем-то по акции она опять по 500 рублей вот это стоило 280 без акций нормально нормально справед красивая яхта что всем так жить что же у меня всего один бокал сегодня потому что я такой походный ни одного теплохода как на злощадь было бы красиво хотел с теплоходе камень посниматься попробуем я положительно у меня скорее сейчас об этом напитке это гораздо лучше чем вот эти все старался пересет ботался этот стирсман этот монка черв ну реально стояли принципе тульский винный как там видно правильно где было же винокуренный тульский винокуренный завод в принципе пьется нормально вообще даже солнышко выпьем пьется допивать машина один стакан ну как солнышко нормально красиво кстати яхта ну я думаю что я не хуже расположился в этих руинах будущей набережной попробуем сегодня убился просто ну как убился наработался в деревне и такой не очень многословен но очень хотелось что-нибудь записать чем выпить поэтому я сегодня с вами нормально нормально вообще ли со сравнивать с фокс индоксом даже может быть и лучше сכURP за кадром между прочим подрастающее поколение проехала и играет у них зверя газа я копались на бумаге как червяк приятно что молодежь слушает классику а мы копаемся оль ой 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 в ой ой да вроде-таки интересен в этой в этом исполнении, как будто обдолбался псилоцибином во грибов, и что, ни в коем случае нельзя употреблять. И такой весь радужный страх и ненависть в Беловежской пуще. В данном случае в Тульской. А что у нас в составе? Я не знаю. Не читал. Так, это у нас да, это прямо базированный на виске, скотч виски. Дистиллятор висков выдержанной. Три года. Ну, то же самое. Буда и питьевая. Правильно, сахарный. Сироп. О, боже мой, он сладкий еще до влакоси. Настой спиртованной корицы. Да, корица его нет. Мое почтение. Краситель сахарный ковер. А, все? А, нет еще. Е-мое. Ароматизаторы со вкусом сливочного тофи, шоколадного тофи, ванили, настой спиртованного мускатного ореха. Опять люди проедут какао и кленовый сироп. Ни хрена себе. Не помню, что был такой же состав в Белсе. Или я не читал состав в Белсе. Кленовый сироп. Очень сильно пахнет ванилью. Прямо вообще, даже немножко подтошнивать начало. И очень сильно пахнет корицей. И на вкус вообще это как сливочное мороженое. Но запах так не. Попробуем. Я все-таки благородный олень. Ой, блин. Нет, это... Если это еще можно пить, то Спайсит версия. Ну, может, с колой. Может, девочкам. Может, непритязательным девочкам. Это... Ну, у меня теплые, конечно. Они только что из магаза, но... Это ужасно. Это просто ужасно. Это... На вкус как и риска. Вообще, как и риска. Ну, блин, это... Если выпить эту бутылку, то с утра организм спасибо точно не скажет. Если вот вечер ее запупырить. Я, конечно, попробую. И вам потом, возможно, отчитаюсь, но... Что-то я не рекомендую вам это повторять. Я даже, честно говоря, еще вот даже пить не хочу. Ладно. Только ради вас. Только ради вас допью этот бокал, а потом, возможно, допью эту бутылку. Но не за один вечер, ни в коем случае. Я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею. А там не 40, наверное, градусов, да? Пьется-то что-то вообще... А, 35, наверное. Пьется очень легко, но это вот... Это пить не надо. Это очень сладко. Это очень сиропно. Губы сразу слипаются. Это все, что пить какую-то водку с риской. Вот набодяжить. Нет, нет, не надо такое пить. Что удивительно, что классический Noble Stag мне понравился. Возможно, я давно не пил виски. Я не знаю, соскучился, но он нормальный почему-то. Может, возможно, в такой таре он такой более концентрированный. Double Distillation? Oh, my God. Могу порекомендовать как бюджетный виски Noble Stag. Могу. Вообще спокойно. С чистой душой сегодня могу. А вот эту вот бурмалину псилоцибинную, наверное, нет. Потому что, ну, я не знаю. Попробуем, конечно, мнение женское узнать. Кому-нибудь споить его и рассказать. Это будет в дальнейших выпусках. Взлетите за обновлениями. Сейчас проеду. И пейте много. Пейте. Ну, что-то. То, что я рекомендую. Вот, вот, вот. Сегодня, да. Пейте то, что я рекомендую. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...